всем привет друзья всем доброе утро у нас 24 сентября находимся в минске на вокзале на перроне и вот сейчас вот на таком комфортабельном электропоезде поедем в город Орш на пересменку у нас опять в Орше отпуск закончился хватит гулялись месяц дома пролетел как один день все как всегда ничего не меняется желание работать съехать никакого но ничего сядем за руль и все наладится сейчас восьмой час прибыть почти восемь вернее из двадцати восемь десять утра мы будем в Орше там как раз Миша уже там машина там все остальное расскажу потом пошли грузиться мы в Андреевщине деревушка на выезде с Орши в сторону Витебска с вокзала сюда прямо вот маршрутка ходит вот четырнадцатая как раз приехала опять сюда привезли доехал на маршрутке и сейчас оттуда уже должен Мишка показаться как говорится с минуты на минуту он здесь недалеко в Дубровне там паузу крутят я к нему ночью приезжал все вещи завез налегке ноутбук сзади и документы больше ничего нету просто много вещей нужно было загрузить завести и рабочие вещи и зимние уже думаю приготовлю на всякий случай в Сибирь же едем все-таки мало ли какие там будут погоды отсюда получается оттуда где он сейчас стоит до Минска 220 километров я вчера сегодня ночью съездил сюда в одиннадцать выехал в час был у него туда-сюда короче в четыре часа утра в Минск приехал поспал там пару часов ну и вот сюда добрался своим ходом нет было водителя не смог найти кто завезет погодкой шепчет ведь вообще огонь с который день хорошая погодка белоруса стоит вот сейчас дождемся приедет и все и покатим а уже что покатим куда покатим с чем покатим уже когда будем ехать расскажу сам поделится впечатлениями он сейчас с Эстонией едем в Сибирь а чего куда везем в принципе в этот Чунске Иркутская область это в Тайшете чемодан упал Иркутская область это везем оборудование лесопилку какую тут все подробности по дороге сейчас ждем Мишанин Летит красавчик Летит кормилица Сколько минут 10 наверное постоял подождал и столько мимо не проедь не муха какая-то подцепилась давай давай заворачивай заворачивай о фарме поморгать ну наконец заезжай моя мурзата это какая ой 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 где он ездил вот это какая шума за совсем Михаил Владимирович вымазал и совсем грязный машина слушай салам алейкум салам алейкум да здорово поехали туда на этот я вне психим куда зачем ну что мы здесь на остановке будем стоять а зачем стоять ну там уже переоденемся кофе попьем поехали пока в россию у меня полтора часа работать потом она мне на 24 часа ставит потом ты поешь за рулем мне надо в россию въезжать за рулем путевки то меня нету точно точно тебя то впустят как россияне но там периоде поменяемся чип поставим ну поехали тогда поехали тогда поехали то тут у тебя будет твою карточку проверять кому-то надо ну рассказывай как ты докатился в такую жизнь я думаю что с левой стороны не такая уж она и сплошная где вот здесь да ну ты что будешь через этого бусика крутиться ну крути налево ты еще они не ожидали что ты сюда приедешь тот будет налево поворачиваться ну шо как ты тут как я как будто заяц загнанный шеф загонялся я загонял вообще работаю без выходных без проходных не почему все нормально все по режиму труда и отдых только что у нас немножко поменялся как говорится логистика поменялась и теперь у нас мы едем с грузом например в Иркутск у нас уже как бы практически есть уже от туда обратно нас не оттуда обратно у нас здесь навратно уже отсюда даже не рядом не говоришь оттуживает то что сейчас повезет в Иркутскую область у нас уже в принципе есть загрузка уже обратно даже здесь отсюда с Эстонией туда же опять в эту иркутскую область если получится если да и успеет кто повезет примерно такое же оборудование короче вот что у нас туда да вот от перепадов температу я так понимаю ну да такие стекла сейчас все фуфлычное делу и приехал в москву ночью я точно помню что не было утром просыпается не горит подъезжай к рампе я расчехлился как обычно машину обошел сажусь вот так ничего не было подъезжая к рампе пошел прицепом открыл они как все свободен занимайся своими делами я сажусь машину и вот это вот ерунда вылезла сейчас все полно фуфу кругом чтобы аккумуляторы что стекла но сколько стекло полтора года простоял да 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 так это работа я как раз сел на машину и мы еще ездили без этого без датчика дождя это в апреле был до полтора года наших меньше поменяем раз год показка можно менять вот так все нормально вот так да здесь пару косяков идти сейчас покажу их конечно а то есть да и угол тента я так и не заделал я в одну контору сунулся короче у них татентов нету то материалов нету то желание у них нету короче я так наверное контора 3 проехать надо сейчас будем по пятерке ехать сейчас ты ничего не сделаешь у тебя прицепы пломбировали так а там зачем на штору ночи или там сантрина вот эту ерунду верхнюю планку ее надо расклепывать и заводить туда под под у нее короче ты а сверху не принесли сверху не получится я в макша не заезжал контору воду на а потом посмотри все ясно как эстония а хотя там то есть еще ну там да чё там то и студии ты знаешь страна мне блин понравилось там тихо да там очень тихо страна не какой единственный блин примут огромнейший минус это отсутствие парковка такая транспорта до транспорта практически нет едешь ну автобанов практически нет и едешь даже легковым особо не мешаешь тогда там никого нету это доказать заправочки в лучшем случае там я сам и видел не помню как город называется одну единственную там большую парковку короче а так маленькие заправочки ну одна-две машины надо залазить все больше нет делали не то же самое там на таллиннской обижать скажи меня а так вообще дороги классные блин вот людей как у которых всех встретил схему разговаривал общался вообще отличный мне мне тоже понравилось людей мало очень мало да по дорогам удивило я не знаю может быть не так попалась короче что люди которые разговаривали на эстонском языке я всего видел двоих все остальные все разговаривали по русски молодежь не разговаривали молодежи нету все уехали маме в отличие от литвы например по радио есть народная радио чистым русская радио юмор fm у них есть там тоже русском на русском языке вот это тоже понравилось вы сюда заруливай переоденусь рабочий вид до сюда поедем затягивать нибудь кофе купим поедем полтора часа селега спал только сети сочувствую сам себя сочувствую что делать шмотки то надо бываете все завестись только болот я бы вручную просто не дотащил бы а вот тут и стань зачем нам тут прямо вот елку в эту станды еще или в эту сейчас поедем уж тут не надо икси николаевич учитесь заново ездить потому что каждый раз когда у нас смена блин я вам начинаю преподавать где включить скорость где все где тормоза пробега начинается моя охотка километра что не надо было наверное 50 до сюда было твоего плюс 750 тому добавить еще ну смотри сам так передача здесь точных дачи до на рулеса у нас 11 с копейками вес сама а сейчас по а сейчас на мойку заедем помоемся так она вообще весу сбросит в грязи там вообще кстати как там на улькан летом дорога ну на улькан дорога примерно такая же летом как и на казимуровский завод 200 километров я ехал туда 8 часов да там не то что вы печально я оттуда пустой прилетел обратно в этот пусть кут за 6 часов дело в том что за эти за эту ночь короче пока я там ездил там прошли грейдеры и они сравняли сравняли эту гребенку и можно было спокойно уже ехать а так до тир 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 что не на есть летом ездить можно ну тоже когда дожди там в подъемы в эти тяжко на скальник да там еще как там вот именно сам северобайкальск туда уже дальше за улькан именно к северобайкальск ну там я почувствовал что там будет посложнее потому что я не доехал до этого dot 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 серпантина где вы висели где где трактором то нет не доехал а потом уже начинается да 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 там самой гораны только кремета начинается ну да я не доводится понятно но так места вообще просто товарища моего и сашки Долгородского, знакомый. На одной ноге Магелдан сбегал. Сбегали, да? Да, вот когда вы больше это говорите, все без проблем, в одно колесо. Я забронировал рейс на следующем месте. На следующий год. Не можешь в этом месяце съездить. Я говорю, на следующий год, на лето. Великом в Россию, да? Даже как-то так удивительно смотреть, когда здесь никого нет. Да, добро пожаловать в Россию. В Красной Горке никого нет. Чего нет? Будут. Будут. Здрасьте. Здрасьте. Трудовой договор на граждане на Беларуси. У тебя первый? Нет, трудовой договор. У тебя водительская показывает. Коллега же попросил. Да. Ну я, ну не похож. Ха-ха-ха-ха. Отсюда исследуете. Из Европы здесь 2 раза. В Эстонии. Что там как обзавлуп? По кайфу. Да. Да, 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 да. Да, да. А они здесь. Эээ. Ааа. Они сами не знают, что у них, и чего у них нету. Ааааааа. Свои есть. Ааааа. Аааааа. Свои есть. Свои есть. до свидания интересную бумажку попросили никогда трудовой договор не просили еще ни разу путевку просили сейчас путевку спросится пока буду до 100 пока миша будет доставать быстро как мою фамилию впишет ручки ты смотри видишь говорит что кто-то ехал я улету конце категории нас никого нету транспортных на дороге хочешь ну или что а по телефону для лятки поля сегодня что 4 сегодня 4 как больше 120 . хорошо 4 заезжать никого никого а я когда ехал это чё было это по моему было воскресенье что ли не воскресенье тут трубодел из воскресенья нечего ловить если воскресенье до до этой до короны если едешь воскресенье на москву не знаю просто раз ничего не надо было связал номер уизу российский махать есть я тут часто толкался а приготовлю на всякий случай самая ручку хватит что-то машин нету и а вообще а ну Кто едет? Кто едет? Где там самар? А, и до этого достанет. Ты говоришь? Ага. На 456 километре. Можете видать контроль. Здрасьте. Паспортам, пожалуйста. Пожалуйста. Даже вин-код пошел сверять. Кого? Пулюцеп? Ну, в машину заглянул, пошел в прицеп номер, наверное, смотреть. Вин-код, наверное, пошел. Какой-то насыщенный день сегодня с утра. Да. Да. До свидания. Ну, перейдь его, бедного. А цель от Беларуса что отправил? На рентген. Ну, не на рентген, а на досмотр более. Да. Туда-сюда. Это движняк отсюда. Все, пошли. Сейчас. Тенюшки. Тимки поменять. Деньги на телефон положить. Мне. И ездим дальше. Ну, вот такая вот граница у нас. Да, я говорю, в прошлый раз я даже не смотрел здесь таможенник, вообще ничего не смотрел. Махнул ездил. Я часто толкался в колейке. Ну, вот раньше сказать, я бы объехал в колейке. По кофейку? Можно было, наверное, по кофейку. И сюда. Поедем. Пузылку нашего дома. Где-то мойка есть. Да, мойка 24 часа написано точно. Шеф дал команду вымыть корзилец. На следующем повороте поверните направо. Затем используйте второй поворот на лево. Я думаю, это ненадолго, до первого дождя, но... На следующем повороте поверните направо. В холодильнике вымазывают. Я думаю, ты оттуда не лучше приедешь. Тебя чистенький. Тебя там тоже ждут дороги великолепные. Качество. После Тайше-то особенно. Вот я после него и говорю. Так. Так. Сказал бы. Наши моечка. Он, наверное, так понимаю, выезжает в машину. Налево. Затем вы уходите в конечный пункт. Нет. Ты не смойки. Кровосек витебский. Поверим. Ну, наверное. Там машина моется. Маленькая. Ладно, сейчас по кругу мы. Если эти две машины на мойку, то надо стоять не будем. Поедем дальше. Слышишь? Парня, а вы на мойку стоите, да? Да. Где это возможно? Где это возможно? Что это дровастик? Там он ездит. Я не могу понять. На следующем повороте напал. Честный. Надо рацию переключить на этот. У тебя же не 10 рук. Пальчика одного не хватает. Все. На российскую сетку. Смотри, сдав ты на мойку. Ну, скорее всего. Ну, если вон так мы и ценим следы, то мы сходим покушенные. Здесь же. Уже. Ты на мойку? Один. Больше за тобой нету никого. Бочка. Бочка. Передо мной. Но еще никто не и нету ни хуя, когда-то подвезут. Прикольно. Спасибо. Мы поехали. Мы поехали. Все. Пиши руководству, что мойка отменяется. Пускай ищут следующую нам, по ходу дела. Я так в прошлый раз искал мойку до самого этого. Помнишь? По-моему ты ее не нашел. До Хабаровска. А, мы на обратном пути жмылись только. Да, да, да. В Башкирии. Что-то мне подсказывает, что-то похоже. Похожий сериал начинается. Не, ну тут стоять смысла нету. Химии плюс две машины и химии нету когда-то будет. Не-не-не. Не вариант. Едем дальше. Через 150 метров. Сует-то ваш есть в Мойкунтаневе. Там уже тоже по дорожной сети. Не знаю. Как глупо. Короче, опиши. Начальство, что. Первый вариант не прокатывает. На следующем повороте направо. Погнали дальше. Все, заехали по обеду, ужинать. Сует-го. Что это назвали? Тут разломали. Тут какие-то бараки были или хоражи какие-то или сарай какие-то. Короче, видите, тут опять все расширяются, расширяются. Вообще, насколько я знаю, тут хозяйка. Девчонка, смотрит, как стоянка с той стороны огромная. Молодец. Раскрутилась она тут. Я еще помню, мы тут заезжали. Была это, извиняюсь за выражение, задрипанная кафешка и вот эта вот площадочка, с которой сейчас выезжаем. Это было все, что у нее было. А сейчас тут все, что хочешь. Магазины на любой вкус. Парикмахерские, шиномонтажи. Короче, все, что хотите. Столовая с двух сторон. Одна стоянка только, я не знаю, насколько тут машина мест. Тут тысяча, не тысяча, но, наверное, машин в 500, наверное, влезет, если битком завить. А, ну, а с мойкой, да. Чувствую, что получится такая же фигня, как и тогда с этим. С Хабаровском. С Хабаровском. До Москвы моек уже нету по дорожной сети. Ну, будем пробовать помыться после Москвы. А сейчас выходные. Там кто не работает, кто еще что-нибудь делает. И по итогу. А там дождь пойдет, и мне тут нету смысла мыться. Не, помыться надо. Освежить машин. Вообще, я не знаю, мне кажется, раз в месяц машину надо мыть. Даже если она не грязная. Даже если она не грязная. Восемь, полдевятого должны быть в районе 107-й. Малого бетонного московского кольца. Михаил Андреевич Балдеев. Телефон. Да. Нифига, поедет скоро. Еще не отработал. До конца. С шефом встретимся, дальше я поеду. Надо балунчик заправить. Едем далеко. Надо, чтобы было все в ажуре. Это Сафонова. Газовая заправка. Круглосуточная. одно что пришлось немножко пробежаться ничего страшного здесь не станешь на перекрестках только вот за остановкой за полицаи обычно время тут стоят сафонова на удивление нет о все теперь будем спокойно но у меня еще один баллон есть спасибо паше с германии паша салам запасе как говорится так что можно спокойно теперь рулить холодильнике главное чтоб что-то было всегда покушать приготовим ну вроде как до москвы все последняя плановая остановка больше нет но не до москвы до 107 щитка какая красотища кто все светится как это вот этот и есть этот сколку сколково это музей да где музей вот этот щекая так я никогда не видишь никогда не учился я тоже никогда не видишь я как бы ночью особо так не ездил не мы я ездил я вот не помню чтобы вот такой вот прямо так сдалека в глаза кинулся с посмотрим дальше за пусту выйдем смотрится конечно просто а вот не будет перебрес ну перебрес с камерой тут сейчас может будет ок особо не увидишь конечно посвятили вообще шикарно вот смотрите вниз не знаю камера наверно вряд ли передаст но а это что-то музеем мы опять смеем но мы опять здесь из минус 9 у нас тут стрелка забитых чего встречаться на 107 между м1 главный храм вооруженных сил российской федерации вот что будем знать теперь шикарно шикарно конечно вообще красиво не знаю наверно пока это самый самая крутая подсветка которую я видел это тоже который в этом вот как эта деревня там поселок когда называется перед иркутском забыл название даже он с ним не сравнится спас по подсветке по иллюминации а тут ремонт и ремонт и расширения делаю это будет широко-широко когда все сделают или широко-широко мы едем на встречу к руководству тут же воинская часть какая-то 15 елки по за непроходу такая вот 107 уже вот тут широкая сюда сторону киевки уже сделали мы почти доехали через километра с правой стороны я тут знаю там вот у низинки он там заправочка будет а у нас по всем законам жанра уже нужно ждать руководство пол девятого мы идем строго по графику на только там не ммк а это трасс кое-что киевну так и называем дальше где дальше вот наручи 600 метров осталось а трассы это сейчас справа да вам есть уже по новой дороге поехали меня ведет правее по старой вот нам туда вот надо было по старой ехать вон она трасса вот этого заправка вот нам туда надо было ну что теперь я же не поеду сейчас назад что это останавливаться или туда сейчас завернуть короче не знаю что это бы надо подумать это уже новый участок лучше значит тысяча лет не ездить здесь тут последний раз тот был тут еще только только ремонт начинался шуту к лету грунт срезали на деревья вырубали когда я здесь ехал а сейчас вот пожалуйста не узнаю сто седьмую автобаном когда она вся такая вот сто седьмая ох не ездить будем гадать совсем другое дело как вспомнишь тут ну и ой 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 ну тут еще ладно тут как бы вот этот участок он более-менее бежал там где переезды эти все еще у нас принципе это все впереди так мы нифига и не стали надо было до туда съезжать в сторону а тут по новой дороге увела левее короче сейчас будет попытка номер два шеф сзади едет ругается ни один время 10 часу что-то мой должен ехать узнаем по 107 катается на штурман миноват точно я понял и это не я это вот-вот сейчас суда но это уже точно не пролетим же дачи через 600 не в enferOr она сказала в адвоката Оригинально. Тут даже нет никого. Заезд хоть есть. Есть. На право во двор. Где только встать. Пламочка маленькая. Мне не наливают. Наверное. Там для шефа паркинг. Сейчас безопаснее заправляться. Не выходи из машины. Тут можно оплатить топливо прямо в навигаторе. Нифига себе тут сервис. Тут приехали. Спасибо, мы приехали. А не забыл. Что надо туда встать? Туда вытянуться и вот там встать задом? Ну. Ну, можно, в принципе, и так. Так кому я тут мешаю? Кто тут заправляться на нее приедет? Приедет, отъедет. Да. Продолжение следует. Продолжение следует...